Вот вопрос, который многих очень волнует. Есть ли ресурс у Путина продолжать свою политику в отношении Украины? Потому что одни говорят, у него еще много денег, сил, средств, военной техники, вооружения, солдат и офицеров, которые он может продолжать бросать в топку войны на востоке Украины. Особенно в случае, если минские договоренности не сработают и вся эта ситуация продолжится. Другие говорят, что экономический кризис настолько серьезен, что санкции, которые введены против России и Западом, так сильно работают, что у Путина этот ресурс исчезает, и он вынужден идти на те договоренности, которые он не подписал, но провозгласил себя гарантом. Пожалуйста, Михаил, Ваша точка зрения. Ну, в том режиме, как сегодня агрессия организована со стороны российских властей, еще ресурс у властей есть, деньги еще есть. И, кажется, Вы правильно сказали, что пропагандистская машина в Российской Федерации сегодня представляет, что Путин полностью выиграл. Это то, что он требуется. Я напомню, что вся война с Украиной – это тоже главная мотивация, это мобилизационный дух в Российской Федерации, сплочение вокруг как бы лидера. Поэтому диктатору нужны победы, быстрые победы. И вот эти минские договоренности, конечно, сегодня преподносятся как победа. Кризис развивается, и, конечно, об этом не может не думать Путин. И, безусловно, его команда считает, конечно, необходимым, в том числе, быстренько добиться таких договоренностей, которые бы могли быть представлены как победа. Победа, и сегодня это делается, победа над той логикой, которую исповедует Запад, а именно то, что Путин – сторона конфликта, и российская власть – сторона конфликта. Это так, мы тоже так считаем, но пропагандистская машина, безусловно, работает в другую сторону. Я думаю, что минские соглашения вчерашнего дня, первая их часть, конечно, это большой позитив. То, что, надеюсь, прекратится, военные столкновения прекратятся, и не будут гибнуть люди. Но сомневаюсь, что этот мир будет долгосрочным, в связи с тем, что вторая часть политическая прописана очень зыбко и трактуется очень легко в пользу Путина, что он выиграл все. Украинская сторона как бы сдала все те политические аспекты, которые еще вчера были незыблемы. Я считаю, что, безусловно, эта вторая часть слабая, поскольку во главу угла поставлена конституционная реформа. А главная вещь, такая как контроль над границей, государственной границей, передача контроля властям Украины, поставлена как, извините за выражение, как морковка в конце тоннеля. Значит, сначала должны сделать это, 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 фактически легализовать бандитствующие формирования, впустить их во власть, а потом уже получить контроль над границей. Абсолютно не так. Путин объявил о том, что граница является источником поддержки этих формирований или даже, я сказал бы, источником их существования. Надеюсь, что трактовка властями Украины этого соглашения второй части будет иной и удастся удержать мир и начать исполнение тех заговоренностей, так как это понимает народ Украины.